С каждым днём, приближающим новогодний праздник, Белово становится похожим на сказочный город. Стоит только пройти по улицам, заражаешься атмосферой волшебства. Городская администрация и предприниматели объединяют свои усилия, чтобы подготовить город к праздникам. И не только Новому году, ведь 4 декабря всем нам предстоит не менее важное событие – 75-летие города. И ежегодно, по сути, начиная уже с ноября месяца, мы, администрация Кемеровской области во главе с губернатором Амангумировичем Тулеем, Тулеевым озабоченным созданием праздничного настроения всем кузбассовцам, и мы, в частности, своим беловчанам. Посредством чего мы это можем создать? Посредством оформления наших предприятий. Для того, чтобы создалась предпраздничная атмосфера, потому что она настолько тонка, вот есть какое-то вот такое дрожание, да, в ожидании праздника, какого-то сюрприза. И сюрпризы обязательно будут. Большинство руководителей промышленных и торговых предприятий откликнулись на приглашение руководства города творчески подойти к украшению фасадов домов и торговых павильонов. И с энтузиазмом взялись разрабатывать проекты необычного оформления. Ежегодно, по сути, да, есть люди, руководители предприятий, которые идут нам навстречу, идут городу навстречу, горожанам. Почему? Потому что они сами живут в этом городе. Они любят, я понимаю, свой город. И они, естественно, свои предприятия украшают. Но, похоже, такое отношение к городу Белово испытывают не все. Особенно это относится к региональным торговым сетям. Это сетевые структуры, как кемеровские, новосибирские, московские, алтайские, которые не живут жизнью города. Они, по сути, только забирают деньги от нас, да? Очень сложно эти вопросы с ним решаются. По Марии Ира в течение нескольких лет мы бьемся. По сути, ну дай бог, хоть в этом году по нитке, по нитке вот этих светодиодных гирлянд появилось. Сегодня вопрос оформления – это вопрос средств и желания каждого горожанина, предпринимателя, учреждения и предприятия. Ушли в прошлое бумажные снежинки, фонарики и блестящий дождик. Изобилие возможностей дает простор воображению. Город должен стать красивым и сияющим уже к 1 декабря. Так что беловчане встретят самый массовый праздник в стране, а также юбилей города в сказочной атмосфере. А в такой обстановке обязательно случаются чудеса. Продолжение следует...